Привет заводчане, с вами Йорк. Сегодня мы обсудим микросервисы на примере нашей любимой Факторио. Что это такое, зачем они нужны, чем они лучше Монолита и как микросервисы взаимодействуют друг с другом. Все это разберем на примерах из игры. Устраивайтесь поудобнее, наливайте кофе, заваривайте лапшу и поехали. Итак, что такое микросервисы? Микросервисы — это архитектурный стиль, при котором приложение разбивается на маленькие независимые модули или же сервисы. Каждый сервис выполняет свою задачу. Давайте посмотрим, как это работает в Факторио. Представьте, что вы строите базу, но вместо одного огромного завода вы делаете небольшие специализированные комплексы. Их еще называют сити-блоки. Один производит железные пластины, другой — медные провода, а третий собирает электронные схемы. Вместе они формируют цельную систему, но каждая работает автономно. Теперь представьте ситуацию, если одна плавильня остановилась из-за нехватки угля, другие заводы продолжают свою работу. Вам нужно только исправить проблему с углем, а остальная база работает как ни в чем не бывало. Такой подход дает гибкость и удобство управления. Ключевой момент. Каждый завод или микросервис выполняет строго свою задачу и взаимодействует с другими через понятные точки соединения, не лезя в чужую работу. Чем полезны микросервисы? Задумали ли вы, почему в Факторио намного удобнее строить несколько небольших заводов, чем один гигантский? Ответ прост. Это дает гибкость, устойчивость и легкость масштабирования. Представьте, что ваш завод с железными пластинами перегружен и срочно требуется увеличить его мощность. Вместо того, чтобы переделывать всю базу, вы просто добавляете еще несколько плавильен. Таким образом, масштабируется только нужная часть системы, без влияния на другие. В Факторио можно построить совершенно разные заводы. Один для производства медных проводов, другой для схем, третий для сборки ракет. Программирование и микросервисы предоставляют такую же свободу. Разные команды могут работать над своими сервисами независимо. Например, один сервис может быть написан на Python, а другой на Go, и это не создает проблем. Даже если один завод, скажем, с проводами остановился из-за нехватки меди, остальные, те, что производят железные пластины, шестеренки или другое, продолжают свою работу. Это означает, что сбой одного микросервиса не парализует всю систему. Подобно Факторио, где можно обновить часть системы, заменив медленные конвейеры на быстрые, в программировании вы можете обновлять только один микросервис, оставляя остальные без изменений. Это сокращает время обновления и снижает риски. Например, если в игре вы хотите создать новый завод для пластика, вы просто добавляете его. В микросервисах это делается аналогично. Новый сервис интегрируется с остальными через стандартные интерфейсы, не ломая уже работающую систему. Эти особенности делают микросервисы идеальным выбором для крупных систем, где важны гибкость, надежность и легкость масштабирования. Именно поэтому такая архитектура так популярна в современном программировании. А чем же плох Monolith? Давайте разберемся, почему в некоторых случаях монолитная структура может быть неудобной. Monolith это один огромный завод, где все связано друг с другом. Если что-то ломается или не хватает ресурсов, страдает весь процесс. Вспомните, когда вы долго строили большой завод со множеством цепочек крафта и забыли поставить манипулятор или повернули конвейер не в ту сторону. Отследить это в большой системе гораздо сложнее. Монолитная архитектура, как Факторио, где весь завод работает как единое целое, часто приводит к серьезным проблемам. Например, сложность масштабирования. Представьте, что у вас один длинный конвейер, который соединяет всю базу. В какой-то момент вы понимаете, что этого недостаточно для производства. Чтобы увеличить выпуск шестеренок, приходится перенастраивать и расширять весь процесс, затрагивая множество узлов. Иногда это требует полной переделки всей базы, что неудобно и занимает огромное количество времени. Другая проблема – сложность обновлений. Скажем, вы хотите улучшить только производство пластин. В Монолитии это затруднительно, потому что любое изменение требует перенастройки всей системы. Это как попытаться обновить одну деталь на огромной линии – все остановится, пока вы вносите изменения. Вдобавок, любые тесты и проверки нужно проводить на всей системы, даже если изменение затрагивает только одну ее часть. Еще одна серьезная трудность – зависимость компонентов. Если ломается один элемент, например, конвейер с углем, останавливается весь процесс. Это напоминает ситуацию, когда из одной ошибки в коде приложение полностью перестает работать. Каждая часть завода зависит от других, и это делает систему менее устойчивой. Особенно остро это ощущается в масштабных проектах, где один сбой может парализовать всю работу. Однако у монолитов есть и преимущества. Они лучше подходят для небольших баз или приложений, где объемы работ предсказуем, а изменения минимальны. Также монолитная архитектура требует меньше ресурсов для настройки, что делает ее идеальным выбором для начинающих или ограниченных по времени проектов. Например, для баз, где объемы небольшие и не требуется постоянная модификация, монолит может быть даже наиболее рациональным выбором. Такой подход позволяет разработчикам сосредоточиться на производительности и стабильности системы, а не на настройки сложных взаимодействий между компонентами. В качестве примера можно рассмотреть новые планеты в Факторио. От них требуется крайне минимальный функционал – производство банок, базовые заводы и транспортировка ресурсов через конвейер. В таких условиях создание микросервисов или сложных сетеблоков становится избыточным и нецелесообразным. Гораздо выгоднее использовать монолит, который сможет одновременно производить банки, дополнительные ресурсы и отправлять все это в космос. Такой подход обеспечивает простоту и экономию времени, особенно когда масштабирование или серьезные изменения на данной базе не планируется. Как же микросервисы общаются друг с другом? В Факторио, как и в микросервисах, модули должны взаимодействовать друг с другом, чтобы вся база работала слаженно и эффективно. Способы такого взаимодействия разнообразны, и каждый из них подходит для определенных задач. Основные способы связи между модулями. Первое. Конвейеры. Это аналог HTTP и REST API. Представьте, что каждый завод кладет свою продукцию на конвейер, а другие заводы берут с него то, что им нужно. Например, плавильня кладет железные пластины, а сборочный завод берет их для производства шестеренок. Все просто. У каждого модуля есть четкая зона ответственности, а связь осуществляется через конвейер. В реальной разработке это REST API. Один сервис предоставляет данные через определенный интерфейс, а другие эти данные используют. Такой подход прост в реализации, но может быть медленным. Если конвейер слишком длинный или перегружен, скорость передачи падает. Программирование это аналогично длинным цепочкам запросов, которые замедляют работу всей системы. Второе. Логистические дроны. Analog Message Queue. Логистические дроны работают иначе. Они забирают ресурсы с одного склада и доставляют их на другой. Например, переносят пластины из центрального склада на завод по производству проводов. Это более сложный и гибкий способ доставки, но он требует настроек. В реальной жизни это брокеры сообщений, такие как RabbitMQ или Kafka. Один сервис отправляет сообщение, а другой его принимает и обрабатывает. Это асинхронный способ связи, который позволяет системе работать даже в случае задержек или временных сбоев. Такая гибкость делает дронов отличным выбором для распределенных задач. Номер 3. Поезда. Аналог GRPC. Поезда идеально подходят для перевозки больших объемов ресурсов на дальние расстояния. Например, железная руда доставляется с удаленного месторождения на центральный склад. Поезда быстрые, точные и могут обслуживать сразу несколько пунктов назначения. GRPC в программировании работает аналогично. Это более быстрый и эффективный способ связи между модулями по сравнению с REST. Он особенно хорош для высоконагруженных систем, где важна минимальная задержка. Factorio это как продуманная железнодорожная сеть, которая помогает базе работать максимально эффективно. Каждый из этих способов связи имеет свои сильные и слабые стороны. Конвейеры проще всего в настройке, но они ограничены скоростью. Дроны гибкие, но требуют больше ресурсов. А поезда сложны в управлении, но дают максимальную производительность. Выбор метода зависит от задач вашей базы, будь то в Factorio или в реальной системе микросервисов. Теперь рассмотрим, какие есть недостатки у микросервисов. Микросервисы это не волшебная палочка, которая решит все ваши проблемы. У них есть свои недостатки, которые стоит учитывать, прежде чем выбирать эту архитектуру. Давайте разберем основные минусы, чтобы вы смогли оценить их влияние на ваши проекты. Первый и самый очевидный недостаток – это сложность настройки и управления. Представьте, что в Factorio у вас сотни небольших заводов, каждый со своей задачей. Настроить их взаимодействие – задача непростая, особенно если один из модулей вдруг перестает работать. В реальной разработке это значит, что вам нужно будет настраивать связи между микросервисами, убедиться, что интерфейсы работают корректно и создать механизмы для отслеживания и устроения ошибок. А в Factorio, согласитесь, когда вы не видите, почему ресурсы перестали поступать на станцию, это превращается в настоящую головоломку, требующую времени и терпения. Второй недостаток – это высокая зависимость от сетевой инфраструктуры. Микросервисы часто общаются друг с другом через сеть, будь то REST API, GRPC или очереди сообщений. Любая задержка или сбой в сети может привести к деградации производительности системы. Представьте, что в Factorio жуки разрушили железнодорожный участок, ресурсы перестают поступать и производственные линии останавливаются. Это похоже на реальный мир микросервисов, где необходимые соединения могут вызывать цепочку сборов, влияющую на всю систему. Третий недостаток – сложности мониторинга и отладки. В монолитных приложениях вы можете отследить цепочку вызовов внутри одной системы. В микросервисах же каждый модуль работает независимо, и для их мониторинга требуется сложная система, которая слеживает все взаимодействия. Представьте, что вам нужно было бы посмотреть список всех выполненных действий в одном из сети блоков. Кто, в какое время, что произвел и куда этот ресурс отправился. Без инструментов наблюдения, таких как Grafana или Prometheus, можно легко потеряться в логах. Еще один важный аспект – это потребление ресурсов. Микросервисы требуют больше ресурсов для запуска и поддержки. Каждый сервис работает как отдельное приложение, что увеличивает затраты на серверы, базы данных и системы логирования. Это похоже на то, как если бы вы решили построить десятки маленьких баз вместо одной крупной, где каждая требует отдельного энергоснабжения и управления. Если ваши ресурсы ограничены, такое разделение может стать проблемой. Наконец, работа с микросервисами требует высокой квалификации команд. Вам нужно быть уверенными, что разработчики, девопс-инженеры и другие специалисты понимают, как строить и поддерживать такие системы. Для небольших команд это может быть неподъемной задачей. Когда же использовать микросервисы? Микросервисы – это мощный инструмент, но их нужно использовать с умом. Не каждая задача требует сложной распределенной архитектуры. Чтобы понять, подходят ли они вашему проекту, задайте себе несколько вопросов. Первое. Ваш проект сложный и требует масштабирования? Если приложения включают множество функций, которые можно разделить на независимые модули, микросервисы – ваш выбор. Например, если в Факторию ваша база занимает весь экран и вы планируете ее расширять, логично разделить производство на отдельные блоки. Это позволит вам масштабировать только те участки, которые действительно перегружены. Второе. Вы работаете в большой команде. Микросервисы позволяют разделить работу между разными командами, каждая из которых отвечает за свой модуль. Это как если бы вы поручили одному игроку управление логистикой, другому – добычу ресурсов, а третьему – производству. Такой подход помогает избежать конфликтов и ускоряет разработку. Третье. Нужна ли вам высокая устойчивость? Если ваш проект критически важен и сбой одного компонента не должен влиять на остальные, микросервисы обеспечат эту устойчивость. Например, сбой одной шахты в Факторию не остановит весь процесс, если логистика построена грамотно. Также и в микросервисах сбой одного модуля не должен влиять на работу остальных. Четвертое. Ваш проект растет? Микросервисы проще обновлять и масштабировать, что делает их отличным выбором для стартапов и быстро развивающихся приложений. Если вы постоянно добавляете новые функции и улучшения, такая архитектура позволит вам работать быстрее и с меньшими рисками. Однако, если ваш проект небольшой и не планирует расти в ближайшее время, Monolith может быть более рациональным выбором. Он проще в настройке, требует меньше ресурсов и меньше подвержен сетевым сбоям. Например, для маленькой базы в Факторию Monolith будет лучшим решением. Меньше сложностей, больше времени для игры. Итак, сегодня мы рассмотрели, как микросервисы помогают строить гибкие, масштабируемые системы, используя примеры из Факторио. Эта архитектура позволяет разделить проект на независимые части, которые легко поддерживать и развивать. Однако важно помнить, что микросервисы подходят не для всех задач. Они требуют вложения в инфраструктуру, мониторинг и управление, что не всегда оправдано для небольших проектов. Выбор между Monolith и микросервисами зависит от ваших задач и ресурсов. Если вы планируете долгосрочное развитие и готовы вложиться в поддержку, микросервисы станут отличным решением. Но если вы только начинаете или проект невелик, Monolith может быть более удобным и экономичным. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Если у вас остались вопросы или вы хотите узнать больше о конкретных технологиях, пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео. И до встречи в следующем выпуске. С вами был Йорк. Пока. С вами был Игорь Негода.